В пригородном в программу капремонта попали два дома. Сейчас они выкрашены в бледно-розовый цвет и видны каждому проезжающему по центральной дороге поселка. А стоит подъехать поближе, как становится ясно, бывшие общежития вписались в современную застройку. Они были облезлые, ободранные. Сейчас сделали, утеплили их, покрасили все, крышу перекрыли, красивые стали. Как вспоминают местные жители, новость о том, что их дома, 40 лет не знавшие ремонта, попали под реализацию краткосрочного плана на 2015 год, была воспринята на ура. Собственники тут же собрались на совет. Долго спорить не пришлось, ведь список первоочередных работ напрашивался сам собой. Фасад давно растерял первоначальный вид, кровля обветшала, на чердаке несколько тонн птичьего помета. Доля жителей в финансировании работ составила менее 1%. Если взять, посчитать, то собственники копили бы на этот ремонт своими силами порядка 170 лет. Потому что общий взнос, общее накопление на капитальный ремонт составляет порядка 2100 рублей в месяц. Ремонт начался в конце августа. За два месяца подрядчик закончил все работы по ремонту кровли и фасадов. Дома преобразились. Сейчас, конечно, привели в порядок. Вроде бы как и крышу утеплили. Надеемся, что будет тепло и хорошо, и уютно. Люди в домах на улице студенческой активны. Им не безразлично, как они живут. По общему решению начали ремонт в подъездах. Ольга Абвершты рассказывает, что рассчитываться за него они будут сами. Для этого с каждой квартиры собрали по 1500 рублей. Вот мы сделали стены, закупили ринолеум. Но мы пока его не постелили. Еще ждали, когда закончится ремонт. Вот на днях мы доделаем ремонт полностью тоже. Собственники довольны ремонтом. Впрочем, замечания качества выполненных работ нашлись у приемной комиссии. Не выполнена отмостка в подвальном помещении. Поэтому акты приемки двух домов по улице студенческой в эксплуатацию после капремонта еще не подписаны. У подрядчика есть два дня, чтобы исправить недостатки. Елена Давыдова, Георгий Барлуцкий. Новости дня.